Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем расставлять градиенты, продолжаем рассуждать на тему акцентуации личности. Сегодня у нас истероид и истерия, то есть акцентуация в сторону истерии у истероида. Я уже говорил о том, что акцентуация личности – это когда у нас есть три фактора в норма – акценты и патологии. То есть, когда он акцентирован, когда это среднее состояние между нормой и патологией. То есть, с истерией у нас люди наблюдают субсихиатров, с акцентуацией или нормой человек может ходить просто к психологу. В чем суть? Смотрите, как истерики себя ведут. Очень просто, выпуск получится короткий. Пример из жизни. Посмотрите на пранкеров, которые слишком сильно заигрываются. Это люди, которые постоянно получают, грубо говоря, в глаз, залазят там вплоть, готовы залезть на машину и ее поджечь. Посмотрите, я не знаю, это пранк, нет, по-моему, это не пранк называется. Когда мужчины начинают такие даже вроде брутальные качки, да, вы смотрите на них. Вот я недавно видел новый какой-то там челлендж, это называется, по-моему, да, они проводят. Они там один качок другого, значит, что-то там окрикивает, говорит, значит, ты теперь типа что-то там инстателка. И они все переодеваются в женское и начинают изображать этих инстателок. Это вот у западных блогеров я видел. Вот. В чем суть? Вот, понимаете, это вот из ряда вон для, ну, ладно, для запада, можно сказать, это нормально. Хотя там как бы такие вещи они вытворяют, что вот и для запада это будет странно. Вот. И у нас тоже самое может быть в России. То есть это такие вещи, когда человек из ряда вон делает какую-то вещь для того, чтобы себя продемонстрировать. Это будет сопровождаться обязательно криками. У истероидов крик, это прям может быть базовым. Это будет сопровождаться в современном обществе заливание этого поступка во все возможные социальные сети. Это будет сопровождаться обязательно ярким, вызывающим видом, яркой, вызывающей одеждой какой-то. То есть он обязательно будет как-либо стараться подчеркнуть свои действия и озвучить их для окружающих, но сами действия будут нести. Вот смотрите, если я, допустим, хочу подчеркнуть, что я богат, в норме я истерик, я просто куплю себе, значит, ну, к примеру, там, айфон какой-то последний. Если я истерик в патологии, я буду ходить по торговому центру громко кричать, что там, а сфотографируй меня на мой айфон 20+. Значит, помимо этого я буду стараться, фотографируясь, выложить так, чтобы было видно этот айфон. И потом, допустим, я могу взять, заснять на видео, как я его разбиваю, там, выбрасываю его с высоты, потому что завтра я могу себе купить еще один такой же. И взять себе еще один такой же, еще и в кредит, к примеру. То есть, понимаете, вот она акцентуированная ситуация, когда уже я наношу, как бы, себе определенный вред, еще не обществу, еще этот вред, он мне может, ну, ношу я его себе финансово, да, но тем не менее, я уже готов нанести себе какой-то косвенный вред, да, для, ну, для того, чтобы в данном случае себя продемонстрировать. Ну, а с вами был Медикал Фитнес Крафт Сергей, огромное спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, да пребудет с вами здоровье, друзья.